Из-за невнимательности или незнания, обычный гетлист на странице может стать причиной больших нагрузок на базу данных, поэтому нужно всегда следить за параметрами, передаваемыми в его фильтр. У нас имеется следующая задача. На сайте есть стандартный каталог книг, и необходимо на детальной странице сделать так, чтобы отображались все книги, даты издания которых совпадают с датой издания текущей книги. В качестве решения этой задачи будет написан небольшой компонент, который будет подключен в шаблоне компонента Bitrix Catalog на детальной странице товара. Для того, чтобы показать возможные проблемы и уровень нагрузки на сайте при неправильном формировании гетлиста, было сгенерировано более 10 тысяч записей. Для решения этой задачи был написан простой компонент, в котором по полю год текущего элемента выбираются все книги, изданные в этом же году. Для этого компонента был написан простой шаблон. Сам компонент подключается в шаблоне комплексного компонента Bitrix Catalog. Перейдем на детальную страницу элемента каталога. Включим отладку и сбросим кэш. Обратим внимание, что было выполнено всего 5 запросов, и объем кэша составляет всего 2 килобайта. Но что будет, если мы откроем книгу, у которой год издания отсутствует? Снова включим отладку и сбросим кэш. Эта страница загружалась гораздо дольше времени, и объем кэша на ней составляет уже 2 мегабайта. В чем же причина? Давайте посмотрим код компонента. Так как у книги не задана дата издания, то в параметр фильтрации было передано значение null. И поэтому GetList просто не обработал критерий фильтрации по дате издания и выбрал все элементы из базы данных. Есть несколько способов исправить эту ошибку. Самый простой – это проверить переменную на пустоту. Снова вернемся на детальную страницу элемента каталога, и посмотрим, какие результаты мы получили. Как мы видим, после нашего исправления даже не было необходимости выполнять запрос в базу данных, и размер кэша страницы заметно уменьшился. Этот баг может быть совершенно незаметен в первое время, но когда объем контента начнет расти, он может стать серьезной проблемой в производительности сайта.